Получение рут прав Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535 Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ESET Smart и в этом видео мы рассмотрим Как получить рут права на наш планшет Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535 Подробнее рассмотрим как получить рут права на этот большой планшет SM-T535 Третья ссылка ведет на форум FOPDA. Открываем. Переходим по вкладке прошивка. Открываем спойлер инструкции. Получение рут прав. Здесь есть несколько способов получить рут права. Можно получить с помощью приложения Kingroot. Установка TWRP Recovery и получение рут прав на всех прошивках KitKat и Lollipop. Если у вас KitKat, то вы можете получить по этой инструкции. Если у вас Lollipop, то также вы можете получить по этой инструкции. Открываем эту ссылку. И у нас здесь подробнейшие инструкции как получить рут права. Скачиваем и разархивируем корень диска в эту папку. Открываю его и у меня ошибка. С чем это связана ошибка? Почему я не могу его скачать? Вам нужно зарегистрироваться. После этого ссылки будут вам доступны. Скачиваем наш архив. Я зарегистрировался и теперь я могу скачать этот архив. Если у вас не установлены драйвера, то вы скачиваете драйвера по этим ссылкам. Вот Samsung USB драйвера тоже скачиваете. Открываем наш архив. Что же в этом архиве имеется? Два раза кликаем. И здесь у нас есть SuperSU в архиве. Один, нужный нам. И TWRP. Но TWRP совсем уж старая, 2870. А на сайте уже есть более поздняя версия. Если мы перейдем в главную окошку, откроем спойлер ядра рекавери. У нас есть рекавери. Открываем этот спойлер. И у нас имеется последняя версия. 3.0.1.0. 2.870 довольно старая. У нас 3.0.1.0. Скачиваем этот TWRP. Выбираем скачать. И выбираем для Один. TWRP 3.0.1.0. Беггин даунлодс. И выбираем primary downloads. Наш TWRP скачивается. Распаковываем root T53X. Извлечь в root. Извлекли из архива. И внутри у нас Один. Скриншот. Откроем наш скриншот. Что за скриншот здесь у нас? И у нас здесь указано авторибут галочку снять. И репортишн не должно галочки стоять. И выбираем с помощью PDA наш TWRP. И нажимаем старт. Все это понятно. Суперсу нам нужно переместить в корень нашего телефона. Или на microSD карточку. Суперсу версии 2.49 копируем на наш планшет. Вот у меня планшет я подключил по кабелю USB. И копирую в корень. Все мы скопировали суперсу. Вот наш планшет. Нам нужно его выключить. Выключаем наш планшет. Нам нужно зажать три клавиши. Клавишу уменьшения громкости. Клавишу включения. И клавишу home. Одновременно три клавиши. Мы перешли в режим Donuts. Вот у нас восклицательный знак. Здесь нажмем Volume Up. Continue. А Volume Down это у нас Cancel. Выйти то есть. Нажимаем клавишу вверх. Клавишу вверх это у нас здесь. Вот наша клавиша вверх. Нажимаем на него плюсик. И вот у нас Downloading. Теперь нужно подключить его по кабелю USB. Один кабель USB подключаете к компьютеру. Второй кабель USB подключаете к вашему планшету. На разъем USB. Выбираем Root T53X. Внутри папка Odin. Запускаем его от имени администратора. И у нас ID.com не загорелся. Значит у нас нету Samsung USB драйвера. Приступаем к установке Samsung USB драйверов. Происходит установка Samsung USB драйверов. Ожидаем пока установятся наши драйвера. Нажимаем готово. И у нас компорт загорелся после установки Samsung USB драйверов. Если у вас здесь не появляется компорт, значит вы не установили Samsung USB драйвера. Галочку Afterreboot здесь уже нету, что хорошо. И Repartition тоже нету галочки. По умолчанию он может у вас стоять. Если у вас другая версия Odin. Выбираем PDA. ТВРП наш. Свежий выберем. Локальный диск C. Вот у меня свежий ТВРП. 3.0.1.0. Нажимаем старт. Все. Теперь можем закрыть это. И перейдем к нашему планшету. Отключаем наш кабель USB. Выключили его. Теперь нам нужно этот планшет выключить полностью. Просто зажимаем клавишу выключения. Держим его и выключаем. Теперь нам нужно зажать клавишу увеличения громкости, клавишу плюс, клавишу включения и клавишу home. Одновременно. Вот мы попали наш TMWin. Теперь нам нужно выбрать язык. Мы ведь хотим, чтобы у нас было на русском языке. Выбираем русский язык здесь. Русский язык. Ок. Разрешите изменения. Нажимаем да. Вот. Теперь нам нужно выбрать установка. Выбираем установка. И выбираем наш суперсум. Если у вас находится на microSD карточку, значит выбираем выбор накопителя и выбираем здесь уже наш, ваш накопитель. Если у вас на флешке находится. А у меня этот суперсум находится в корне памяти телефона. Выбираем его и нажимаем свайп для прошивки. Происходит установка нашего суперсум. Ожидаем какое-то время. Теперь нажимаем перезагрузка в OS. Обновление OS Android. Подписывайтесь на наш суперсум появился. Все. Мы получили рут права. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...